Привет-привет, мои дорогие подписчики! В этом видео вы узнаете, как получить еще две бесплатные вещи в Роблоксе. Поэтому смотрите это видео до самого конца. А если вы хотите узнавать про новенькие бесплатные вещички первыми, вам нужно всего лишь подписаться и поставить колокольчик на моем канале. Не забывайте, чем больше лайков вы ставите под этим видео, тем больше бесплатных вещей вы будете получать. Итак, ребята, здесь мы с вами сможем получить милую кепочку, а также клевую ракетку из XIX века. Поэтому давайте будем их собирать. Для начала, чтобы получить кепку, мы должны с вами собрать вот такие вот мячики. Поэтому их мы собираем и теперь идем куда-то дальше. Например, здесь заворачиваем и ищем второй шарик. Кстати, мне этот ивент очень нравится, потому что я тоже люблю играть в теннис. Это очень крутая игра и очень рада, что добавили именно вот такой вот ивентик. Тут есть парень, но я не хочу с ним говорить, давайте искать лучше бесплатные вещички, потому что я думаю, этот парень чисто формальность, он нам ничего другого не даст. Бежим к следующему шарику, и да, этот ивент очень клевый, он очень простой, потому что шарики здесь спрятаны просто, ну реально, очень легко. Поэтому с вами можем их очень-очень быстро собрать, буквально, наверное, даже за минутку. Бежим дальше. Тут я вижу еще один шарик, мне нужно собрать еще несколько штучек. Собираем один, который находится здесь. Кстати, странно, что здесь нельзя ходить по полям, приходится их именно обходить. Здесь есть вот такая вот даже милая стойчка. Поэтому собираем еще один шарик и бежим еще дальше. Здесь мы с вами пробегаемся, какой-то еще один парень бежит. Тоже, наверное, пошел играть в теннис, поэтому идем дальше. Тут, кстати, даже есть какие-то трансляции матчей, которые находятся здесь вверху. Поэтому пробегаем и заворачиваем здесь направо. Тут у нас есть всякие фейерверки, и здесь еще один теннисный корт, где играют какие-то парни. Так, давайте собирать мячик. А, нет, вроде как нету мячик. А, нет, вот есть мячик, я вижу его, но не поняла, где он вначале. Так, какой-то парень пропустил мяч, поэтому давайте смотреть. И будем собирать вот этот мячик. Так, собираем и переходим дальше. Давайте заходить сюда вот вправо, и будем смотреть еще один заключительный мячик. Мне почему-то кажется, что он должен находиться где-то в магазине. Поэтому заходим, как здесь написано, магаз. Заходим сюда и смотрим, где здесь должен быть шарик. Ага, я нашла шарик. Потом мы его собираем. И вот, ребята, мне пришел бейджик. Это означает, что прямо сейчас мне в гардероб добавилась именно вот такая вот кепочка. Так, отлично, ребята. И чтобы получить дальше ракетку, мы с вами должны зайти вот в эту кнопочку играть. И должны ожидать с вами соперника. Этот матч, конечно, не супер простой, но я думаю, стоит попытаться сыграть. Пока никто ко мне не присоединился. Потом, возможно, я буду играть против какого-то бота. Так, я должна ждать еще 2 секунды. 1 секунду, 0 секунд. И я, наверное, играю с ботом. Так, я должна здесь сделать подачу. Радо странно, что я подаю вот с этого места. Потому что и по идее должна подавать с задней линии, но да ладно. Сделаем вид, что просто разработчики не смогли сделать получше. Так, ребята, я пропустила мяч, поэтому счет 0.15. Давайте подавать дальше. Так, я подаю вот в это место. И давайте здесь тоже отбивать удары. Почему-то я не понимаю, как их нужно отбивать. Это, конечно, как-то странно на счет 15.15. Поэтому давайте дальше нажимать. Здесь мне мячик прямо в ноги прилетел. Так, отбиваем. И вот я взяла прямо с лету мячик. И, ребята, я попала на счет 30.15. Поэтому мы с вами подаем. То есть теперь даже не я подаю, а парень. Итак, ребята, давайте ждать. Смотрим. 40.15 счет. Я уже выигрываю. У меня 40. И мне осталось подать один мячик. И он попал прямо в корт. Даже не вылетел вау. Ребята, чтобы получить ракетку, мы должны с вами сыграть не один матч, не два, даже несколько. Так как все же нам нужно собрать четвертый уровень. Поэтому желательно играть еще с кем-нибудь. Давайте, например, посмотрим, может быть, кто-то еще хочет сыграть. Давайте подождем, пока здесь парень зайдет и зайдем к нему тоже поиграть. Потому что нам нужен обязательно четвертый уровень. А чтобы получить уровень, мы с вами должны выполнять вот такие вот маленькие матчи. Поэтому ждем одну секунду опять, четыре секунды, пока я уже приготовлюсь. И будем, получается, играть с этим парнем. Итак, ребята, кто подает? Скорее всего, подает опять он. Окей. Мы с этим как-то справимся. Я как-то странно нажала. Почему-то меня как-то сильно уводит. Очень тут странное управление. Так, я вообще забыла, где тут какие кнопки. Давайте будем концентрироваться на игре. Тут, в принципе, можно играть даже пробелом, а не мышкой. Чтобы мячики получались более сильные. И у парня как-то странно мяч пролетел. Это точно было видно. Поэтому здесь мы отбиваем мячик. Отбиваем вот туда. И смотрите. Мне дали какой-то бейджик. Но я не знаю, что это за бейджик. И здесь мячик опять хорошенько пролетел. Я выиграю опять 0.40. Это очень клево. Сейчас парень будет подавать. Он пишет лол. А что там лол? Я все честно играю. Он, наверное, англичанин. И, ребята, я выиграла. Это очень круто. И теперь мне осталось играть еще один матч, чтобы получить бейджик. Так, давайте подождем, пока кто-нибудь зальется в матч. Так, здесь у нас пока никого нет. Давайте с вами подождем. Может быть, эта девочка хочет сыграть. Ты не хочешь там сыграть вместе? Может быть, сыграем? Нет. Давайте подождем, потому что никто пока не идет играть. Я хочу сыграть именно с каким-то игроком. Потому что так вроде как дается больше хп. Я, конечно, не уверена. Но возможно. Так, давайте ждать. Кто тут у нас хочет играть? Так, здесь никто. Потом. Вот здесь парень. Давайте, может быть, с тобой сыграем вместе. Отлично. Мы с ним играем вместе в одной игре. И я не уверена. Возможно. Нет. Я вроде как с ним еще не играла. Поэтому давайте его, конечно же, обыграем. Я готова с ним играть. В принципе, тут можно даже вперед-назад не ходить. Тут достаточно просто ходить вправо-влево. И мячи будут точно так же хорошо отбиваться. Поэтому давайте ждать. Кто у нас подает. Подает опять почему-то он. Хотя вроде как... Ну, я не знаю. Я уже как-то три раза не подавала. Это странно. Хотя в первую игру я подавала. И вот, ребята, я как-то пропустила мяч. Это тоже было странно. Так. А, я подаю теперь. Шикарно, ребят, я подала. И смотрите. Он отбил мой мяч. И давайте отбивать его вот туда, вот в край корта. Здесь теперь тоже отобьем. Давайте здесь нажмем. И смотрите. У меня отлетает мяч вправо. И он его не успевает взять. Теперь подает мячик он. Поэтому давайте ждать, пока он подготовится к подаче. Так, ребят. Он подал мячик. И теперь давайте здесь отбивать. Бьем мы ударом справа. Давайте успеем добить. И бежим обратно сюда. И, ребята, вау! Какой красивый у него был удар. Прям очень стильный. Поэтому давайте здесь подавать. И смотрите. Он отбивает. Бежим сюда вправо. И я успела в последний момент нажать на мячик. Он, похоже, тоже очень хороший теннисист. Блин, играет очень клево. Он какой-то очень быстрый. Возможно, он играет даже не знаю с чего. Может быть, с телефона легче. Хотя я не знаю. Напишите в комментариях, как тут играет с телефона. Легче или нет. Парень опять забивает. Почему тут пробивает мою линию? Зачем тут пробивает именно то место? Не знаю. Он бьет всегда. Вот видите, против меня. И я смогла отбить очень резко. Поэтому я еще не проиграла. У нас как бы получается решающий мячик. У него 40. У меня 30. Поэтому давайте здесь отбивать. И ждем. И, ребят, я забила. Теперь он 40-40. У нас тут должен быть либо решающий мяч, либо больше-меньше. Поэтому давайте играть. Здесь мы нажмем. Скорее всего, это будет решающий мяч. То есть мы должны играть. Получается, либо кто-то сейчас выиграет, либо кто-то проиграет. Потому что в реальной жизни, в принципе, можно еще играть еще два раза. И вот, ребят, я отбила. И здесь у нас еще раз отбивается мячик. Давайте здесь подходить. И, ребят, я выиграла. Нет, все же мы тут играем больше-меньше. Видите, у меня сейчас преимущество. То есть больше. Если я еще раз выиграю, то я точно уж выиграю. А если проиграю, то опять будет 40-40. Мы будем опять играть два мяча. Я здесь отбиваю. Мяч вообще упал на мой корт. Но я все равно выиграла. Все шикарно. Но мне, скорее всего, опять не хватит до четвертого уровня. Поэтому давайте подождем с играми еще одну игру с этим же парнем. У нас, конечно, такой, знаете, жесткий соперник. Но я пока выигрываю все матчи. Поэтому давайте ждать 4-3-2-1. Пока у нас будет запуск игры. И будем еще играть. И опять ждем 4 секунды, пока у меня запустится игра. Чтобы уж точно теперь начать. Итак, ребят, подойдет пока что он. Так, давайте принимать его подачку. И будем бить. Я, конечно, не знаю, как здесь управлять мячом. Почему-то я просто пока что отбиваю. Возможно, мне получится потом как-то нормально управлять. Но вроде как здесь нет. У меня, знаете, управление ударом мячом. Я опять отбила в то место. Давайте здесь нажимать. И окей, двигаемся обратно. Я так и знала, что он кинут мне обратно мяч. Так, ребят, мне пришел бейджик. Я получила четвертый уровень. И вот именно сейчас мне пришла ракетка в гардероб. Именно вот такая вот. Я уже ее смотреть не буду. Потому что я точно знаю, что она уже у меня появилась. То есть просто подождите, когда он высветится в экране. Именно вот такая вот ракетка. Это означает, что прямо сейчас вам добавится эта ракетка в гардероб. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайкусик. Мне будет приятно, если вы подпишетесь и поставите колокольчик, чтобы получать новенькие бесплатные вещички с самыми первыми. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok